К статусу крупнейшего теперь добавляем. С самого передового в Белоруссии таможенный пост Козловичи способны принимать 2400 грузовых автомобилей в сутки. В обе стороны завершил очередную модернизацию. Отныне сотрудники на своем рабочем месте видят все и даже больше. Система распределения по секторам упрощает поиск авто для дополнительного контроля. Номера считываются камерами, а само таможенное оформление занимает до пяти минут. На каждом участке рабочем произошла автоматизация рабочих мест. Поэтому для того, чтобы видеть транспортные средства, можно их видеть не выходя из модуля и проводить оформление тоже не выходя из модуля. Поэтому это, естественно, улучшает работу и скорость оформления. Таможенный пост Козловичи прошел через три масштабные реконструкции в своей истории. Каждый раз усилия направляли на повышение эффективности и скорости работы. Пропускную способность расширили до восьми каналов в обе стороны. Впервые в стране здесь применили систему навигационных пломб, благодаря которой маршрут грузовиков строго фиксируется. Создавался грузовой терминал 40 лет назад перед Олимпийскими играми в Москве. А сегодня стал важнейшим звеном в европейской транспортной сети, которая соединяет напрямую Париж, Берлин, Варшаву, Минск и Москву. В настоящее время идет монтаж нового инспекционно-досмотрового комплекса. То есть старый уже свой ресурс выходил, и сейчас идет его полная замена. Это абсолютно новая установка, которая соответствует новым техническим требованиям и имеет улучшенные технические характеристики. До конца этого года он уже должен заработать. Сегодня через Козловичи следует порядка полутора тысяч автомобилей, что меньше проектной мощности. А все дело в неритмичной работе с предельной стороны. Как правило, за сутки принимают не более 50% грузовиков. Пиковые моменты могут быть, когда работа более-менее идет равномерно. Но тут у нас неравномерно. Все зависит с определенной стороны, как пойдет работа, как пойдет поток. Что касается нашей таможенной системы, я бы сказала, что уровень достаточно высокий в автоматизированной системе. Возле двух крупнейших пунктов пропуска на белорусско-польской границе Козловичи и автодорожный Брест также строятся зоны ожидания. Вместимость грузовой в составе до тысячи мест, а для легкового транспорта и автобусов предусмотрели до 600. Что такое современная зона ожидания? Это не только место для стоянки грузовиков и автомобилей, это в том числе еще и различный досуг, как для водителей и для граждан, пресекающих границу, так и в том числе и для транспортных средств, которые можно будет там поремонтировать. Завершить строительство обеих площадок планируют в 2025 году. Рациональный подход как бы ни штормило внешний контур политической и уж точно не географической карты. Кристина Протасовецкая, Санислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Протасовецкая, Санислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область.